Кинематографические спецэффекты, дым без огня, тайны средневековых писем, полет ракеты, золото и серебро из пробирки за пять минут, секреты, мультипликации и многое другое. Все это сегодня можно было наблюдать во Дворце культуры Арктика. Там, в День российской науки, открылся фестиваль «Одаренные дети Арктики». Его для талантливой молодежи округа уже в третий раз проводит Ненецкий региональный центр развития образования. В атмосферу волшебства, кино, магии, химии и сложных экспериментов смогла погрузиться и моя коллега Любовь Пермякова. На нем нанесено особое вещество, которое окрашивается при попадании на него воды. Смотрим. Вот так раньше люди пытались скрыть информацию. Секреты тайны писем на фестивале «Одаренные дети Арктики» раскрыли ученики четвертой школы. История посланий невидимки уходит корнями в глубокую древность. Например, еще философ Филон Александрийский в первом веке приводил пример рецепта невидимых чернил. И это только малая часть опытов на площадке «Экспериментальная химия». В меню, который представили ребята из естественно-научного класса, получение искусственной крови, которую активно используют в кинематографе. Руки. Ну вот, пожалуйста, вам искусственная кровь. Здесь же можно было почувствовать себя искателем сокровищ, вооружившись вместо лопаты из золотоискателя пробиркой и парой химических элементов. С этим экспериментом ребят познакомила десятиклассница Вероника Котова. Без какого-то философского камня мы можем получить золото и серебро. Для получения золота мы берем нитрат свинца. Вот этот замечательный раствор мы сейчас будем выпаривать. А после нагрева будущее золота ждет холодная ванна. Нужно некоторое время опять же подождать. Так, ну что ж, не помню. Так, ребята, это одарел. А пока что? И вот оно, долгожданное сокровище. Ну и в завершении экспериментальной площадки юные химики подарили многочисленным зрителям яркий фейерверк. Итак, мы говорим огромное спасибо ребятам. Пока одни проводят химические эксперименты, другие участвуют в разработке авторских компьютерных игровых программ. В чем будет заключаться? Смысл в том, что надо поймать это сердечко и все, и будет расходить. Это пока, уверен Максим, игра легкая. В дальнейшем юноша будет совершенствовать и усложнять игровую задачу. А в это время на другом конце зала идет к своей мечте начинающий инженер Иван Шубин. Он сконструировал ракету, которая, кстати, готова к запуску. Мы придумали более упрощенный вариант. И это просто насос вставляется и по резкому движению мозга по ракетам улетает. Это выглядит примерно вот так. Она берет и у тебя в руке все просто вот так вот. Для любителей мультипликационного искусства на фестивале тоже можно было попробовать свои силы и оживить любимых сказочных героев. Я, наверное, в трех фотоаппарат поставила. Сейчас тут выложены просто все персонажи. Просто делается кадр. И все, и потом персонажи передвигаются, и это все склеивается. Кроме того, самых талантливых жителей округа ждали мастер-классы игры на гитаре, квиллингу, робототехники. Всего семь познавательных площадок. Хотели бы больше, но места нам пока не позволило. Я думаю, что мы в следующем году выберем зал, формат побольше для наших ребят. И я думаю, что мероприятие прошло с успехом. Ребята все познакомились с площадками, проявили к ним интересы. До сих пор они их не покидают и занимаются. Так что я думаю, что мы не ошиблись, когда сменили формат мероприятия. В этом году мы решили сменить формат. Из большого зала концертного мы переместились в зал для проведения площадок, которые помогут заинтересовать наших детей в том или ином направлении. В рамках фестиваля «Одаренные дети Арктики» пройдут десятки различных мероприятий. Это конкурсы исследовательских работ, региональный этап «Ломоносовский турнир», чтение имени Антона Пырерки, конкурс для технически одаренных детей и другие. По их итогам будут выявлены лучшие знатоки и мастера своих увлечений. Возможно, кто-то из них представит Нининский округ на федеральном уровне. Имена победителей будут объявлены 14 апреля. В этот день пройдет торжественное закрытие фестиваля.